здравствуйте эта программа открытый диалог сегодня будем говорить на тему спортивную хотя как сказать потому что спорт он такой особенный бывает особенно если мы говорим о ну некоторых видах и направлениях которые для людей которые этим спортом занимаются в общем то не только спорт это сама жизнь некий способ существования обо всем об этом говорим сегодня с президентом федерации тхек ван доймф этой россии который здесь у нас находится в студии лазарес константинович цилфидис здравствуйте здравствуйте спасибо за приглашение но я понимаю что те люди которые вас знают что вы даете интервью то есть человек публичный в общем-то известный в своих кругах вот ни для кого не секрет что интересное имя интересная фамилия абсолютно человек говорящий на русском языке но со сложной судьбой насколько мне известно вы конечно же жили долгое время греции но по моему появились на свет вы вообще в узбекистане то так я родился в узбекистане у меня отец сет греческих и иммигрантов после второй мировой войны в греции было гражданское все кто поддержали советский союз к те кто были за коммунистические советские греки но за коммунистический строй они проиграли эту гражданскую войну и были вынуждены покинуть свои дома квартиры бежать и эмигрировали в россию вот мой отец как раз сын таких партизан на которые бились за то чтобы в греции было советский коммунистический строй так что в узбекистане куда они все переехали он познакомился с моей мамой которая русская я родился в узбекистане когда мне исполнилось 7 лет две всей семьей до вернулись можно сказать в греции то есть основной вот это вот мужа возмужание происходило именно там грецы на исторической родине я научился читать писать в первый класс пошел в грецию в советском союзе в узбекистане в ташкенте я закончил детский сад детский сад понятно и получается что вы у нас грек я считаю себя русским знаете у меня была возможность выбрать любую страну для проживания я осознанно выбрал россию где бы я не ездил я весь мир объездил фактически я всегда тянула в россию и когда я жил в греции люди хорошие погода хорошая еда хорошая но чувство какой-то что-то не то как мы в россию понял вот знаете такое ощущение как рыба в воду попадает если она заплыла то же самое раз и здесь и я понял что все таки и отец хоть и мой хоть и и и и и грек он мне дал этот привил любовь к россии если вы как-нибудь приедете к нам домой в грецию я приглашаю вы увидите там все рисунки березки висят какие-то все про россию все про советский союз там культ что когда пришлось мы же должны понимать когда пришлось все бросить и уехать да и ведь куда кто тебя примет и так далее возможно того что получилось что приняли и как-то все новая жизнь да вот получился такой в итоге культ ему было как когда покидал грецию папа ему было всего три годика поэтому он вырос в советском союзе закончил высшую военную школу до в одессе офицер советской армии ну и еще по поездил по стране так чуть-чуть поездил у него это любовь к как россии к советскому союзу ко всему русскому она до сих пор и он передал это всем своим детям поэтому мы и хорошо говорим достаточно на русском языке несмотря на то что 7 лет до 19 я жил в греции логично было бы забыть язык много нет язык он не отцовский он материнский вы все обязаны говорить на языке мать ну и конечно греческий языком и тоже владеете что хорошо потому что все-таки вы человек мира можно так сказать все таки вы возглавляете такую крупную организацию вообще можно это назвать организации или это какая-то такая как раньше говорили общность людей объединенных каким-то одним но если хотите но не хочется говорить слова религия да но какие какой-то вот такой состоянием души что ли знаете юридически это общественное объединение но и по факту это тоже некое общественное объединение где собрались люди которых объединяет общая любовь к боевому искусству к самосовершенствованию к самопознанию к саморазвитию через изучение боевого искусства тэквондо ну вот давайте теперь о боевом искусстве потому что почему немножко так покопался ваша история чтобы понять как можно стать из мальчика который так побросала немножечко жизнь да и дайте практически уже тут один шаг остается до самых последних данного сейчас 7 мне 8 8 8 до остается один тогда до 9 9 в тэквондо мфт только 9 данных вот видите и сразу нас тут пошло отличие но тем не менее боевые искусства до для человека который не выцеплен в эту историю ему ну там бокс да понятно пошли дальше до и так далее складывается такое ощущение что это люди которые значит готовятся для того чтобы с кем-то ну грубо говоря подраться побиться выяснить кто сильнее и так далее но я так понимаю что в данном случае боевое искусство это некий другой стиль жизни вот давайте мы поймем почему это боевое искусство как она появилась и почему она так закрепилась у нас она же не наши на самом деле она наша потому что федерация международная предполагает что здесь объединяются все люди которым нравится именно этот путь вне зависимости от национальности цвета кожи вероисповедания и так далее это не играет роль никакой роли не играет поэтому и международная федерация тэквондо когда наверное человек приходит да может быть он хочет сам утвердиться стать сильнее защитить себя и так далее но через года ты понимаешь что это не самое главное главное как раз то что через боевое искусство ты можешь лучше познать себя обрести большой круг до друзей во всем мире идти по пути здорового образа жизни победить какие-то свои слабости какие-то внутренние враги не внешние враги быть более стрессоустойчивым морально устойчивым ты можешь ставить конкретные цели и достигать их нести полностью ответственность за свои поступки то есть ты изучаешь боевое искусство для того чтобы применить это в повседневной жизни не в плане кого-то побить а в плане того чтобы сделать эту жизнь более качественную более интересную уметь не бояться нести ответственность и продлить преодолевать свои же слабости но все равно в самом сказать в самой сути лежит какое-то противоречие с кем-то да если кто-то ко мне придет и будет продвигать что-то на мой взгляд не очень хорошая то я могу до постоять сам за себя я к этому готовлюсь может быть никто и не придет может быть этого и не придется применять но я готовлюсь к этому получается что все равно речь идет о подготовке к некоему конфликту и вот тут мы отправляемся в историю да то есть она же у нас имеет какой-то восточный все-таки флерт такой и любой наверно в любом интервью вас будут спрашивать почему так много разных направлений вот есть бокс да есть рука есть это грубо говоря извините лицо и ты должен этой рукой так попасть лицо чтобы сразу соперника и на этом все закончилось да и особо даже зож здесь не нужен а если мы берем восточное единоборство то это культура это стиль поведения это вот даже сама система данных до который должен стремиться как бы улучшать себя все-таки эта борьба или это некий способ жизни безусловно это образ жизни тренировать себя ежедневно для того чтобы может быть когда-нибудь защитить себя от какой-то физической агрессии который скорее всего и не произойдет но это нецелесообразно так поэтому если кто-то начинает греть вот это эффективно это менее эффективно что-то с кем-то как-то сравнивать то есть он может потом даже спровоцировать это чтобы наконец почувствовать знаете да то что ты мыслишь то ты и притягиваешь поэтому мы не мыслим что там а улица с кем-то подраться какой-то конфликт и так далее мастер тот кто обходит эти конфликты и не ввязывается в них я я всегда говорю там когда ты уже взрослый состоявшийся человек идет на улице с кем-то драться чтобы там у тебя там папа порвали рубашку там очки вылетели ну как-то зачем фильмы это одно до реальность это другая это уже выходит на какой-то там 25 там план главное воспитать себе эти тела разум такой чтобы ты мог достигать повседневные успеха таких да и быть счастлив в повседневной жизни и излучать вот это тепло вот это радость вот это счастье вот этот оптимизм вот в чем задача тут кто-то мне спросит а почему там тэквондо почему там никакой другой чем разница я отвечаю потому что для меня это самый оптимальный путь если для вас какой-то другой путь то ради бога я к этому отношусь с таким же уважением я никогда не скажу что там ваш путь он хуже а мой путь лучше что мое как в дешевых китайских фильмах там мое кунг-фу лучше вашего но это это дешевый такой фильм когда школа на школу что-то выясняют отношения все таки когда долго занимаешься ты выходишь на другой уровень понимания и есть наоборот в китае такая поговорка тот кто занимается боевыми искусствами обретает много друзей поэтому если вы там занимаетесь каким-либо другим боевым любым боевым искусством я вас уже воспринимаю как своего как родственную душу они к чему так много почему они по какому принципу это все разделилась ведь история тэквондо тоже имеет свое деление и другие направления почему нет такого единого как бы вот мы называем условно там восточное единоборство есть такое понятие которые подразделены в чем суть суть различия или это как вот вы говорите не в дешевых фильмах да где вот есть некие маленькие отличия но вот мы там ходим условно говоря красном а мы ходим в белом но почему вот так повелось у нас как бы все то же самое но почему это различие или это для того чтобы было многообразие чтобы человек мог выбрать смотрите потому что это естественно мир он сам по себе он многообразие поэтому когда наше правительство говорит о многополярности мира да это говорит более устойчивый тогда восстановится так это это естественно мир он есть многополярный тот кто хочет всех уравнять загнать как бы единое стоило едино стоило он обречен на провал мир он разнообразный он многообразен посмотрите сколько разных видов растений рыб там климатических зон людей мы все разные и в этом красота мира в единстве многообразие и это здорово что есть такое многообразие который и создает эту красоту и человек может выбрать у него есть право выбора представьте если бы мы жили в мире где там только белый черный цвет да и и кушали все только одно блюдо даже в чб есть серый цвет на конечно говорят эскимосы видят там 50 оттенков белого но сейчас сделал небольшую паузу а по второй части поговорим уже собственно о о том чем живет федерация о вашем собственном пути и как стать человеком которого ну 8 да да что для этого нужно сделать как изловчиться в плане этого интересного восточного единоборства лазарес константинович целфидис у нас здесь в студии через некоторое время продолжим напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях лазарес константинович целфидис и говорим мы президент федерации тхэквондо мфт россии говорим естественно тхэквондо до этого мы немножечко пофилософствовали почему бы и нет во второй части давайте конкретно говорит чем сегодня живет организация и прежде чем вы об этом расскажете вы то сами как стали каратенечко так чтобы понимали когда у вас был первый дан и между восьмым сколько времени прошло знаете я как мы уже говорили жил в греции город назывался аспроспитья это такой очень красивый город там раскопки с доисторических времен то есть там 1200 1400 лет до нашей эры и и рядом небольшая деревушка антикира с этой деревушке согласно гомеру порядка 40 кораблей выплыли чтобы присоединиться греческому войску которое дальше пошло братья славный город трою то есть такая история такая красота учебник древней греции да 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 вот и в этой соседней деревушке которая три километра от моего поселения открылась секция там преподавали сначала танк суда тхэквондо я как увидел объявление сразу загорелся сразу пошел записался тяга к боевому к военным у меня было всегда она наверно тоже от отца у меня всегда там всякие пистолеты автоматы в детстве были солдатики играл этим я кстати от греков ребят отличался него снова машинки все играли мне вот солдатики нравились да немножко уже на другой менталитет и я как пришел зал я с первого как бы захода захода сразу влюбился в этот белую одежду в эту дисциплину в этот особую атмосферу ритуал можно даже ритуал да там то что постоянно какие-то новые движения такие интересные странные движения когда надо себя постоянно как-то преодолевать преодолевать там свою слабость боль и так далее мне это все понравилось эта атмосфера ну конечно я еще и и фильмы до этого видела которые мы подогрели этот интерес ну и через какое-то время я решил что я выберу этот путь и тогда я помню уже сидел на берегу каримского залива смотрел на море и представлял что когда-то мне будет высокий дан будет много учеников я буду ездить по всему миру делиться своими знаниями своей мудростью может быть там книги будущее смотрели в будущее и я уверен что человек он сам создает свое будущее все что куда жизнь приходит это то что мы сами так или иначе притягиваем поэтому всем советую мечтайте 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 по крупному тогда в итоге это все фотографически может отобразиться как получилось практически у вас ну и все-таки ставши руководителем не могу вас не спросить чем сегодня живет хэквондо как насколько обширно это организация в каких соревнованиях принимаете участие федерация тэквондо мфт россии на данный момент включает себя 60 региональных отделений то есть 60 регионов самый последний который к нам присоединились это донецкая и луганская народная республика вот у нас есть в 60 регионов разного уровня от маленьких до очень больших организаций и порядка 60 тысяч постоянно действующих членов но и смысл в этой федерации просто участвовать соревнованиях или какие-то слеты у вас проходит федерация она создана для того чтобы защищать интересы тренера спортсмена и создавать все условия для их развития поэтому мы проводим соревнования проводим семинары заключаем договора с какими-то и институтами чтобы проводить курсы на их базе переподготовки тренерского состава работают разные комитеты комитет регионального развития комитет судейства женский комитет инклюзивный комитет для детей адаптивного спектра даже популярным да то есть мы стараемся охватить все направления чтобы привлечь максимальное количество населения и насколько сегодня вы видите популярность то есть вот вспоминаем того мальчика до который увидел объявление важно где-то увидеть это объявление и прийти потому что опять же не забывайте начнем перечислять самбо дзюдо понимаю что-то может быть там я уже не знаю про просто бокс да или еще грека там римская борьба и так далее вот почему как сделать так чтобы ребенок или его родители вместе с ребенком выбрали именно тхэквондо что вы для этого делать мы всем говорим приходите и попробуйте да и мы не говорим что мы лучше мы мы говорим это может быть лучше именно для вас поэтому придите попробуйте среди всех и мы будем рады если вы выберете нас но мы никогда не говорим не ходи туда этот плохой и тот плохой я не хочу чтобы в нашей организации были люди которые здесь потому что у них не было выбора от безысходности потому что это единственная опция ему может быть не нравится некомфортно но и идти некуда вот это я категорически не приемлю поэтому я за то чтобы к нам приходили люди которые везде попробовали и остановились именно на нас но мы это называем как корейской борьбой корейско-китайской борьбой основатель тхэквондо генерал чуэхонхи было генералом южно-корейской армии он и скорее единоборство называется корейская как дань уважения основателя но основатель но на самом деле она уже давно общечеловеческое общечеловеческое достояние тут также как там футбол говорят английский на немножко похоже на самбо я имею ввиду потому как это все происходило но вернемся к ребятам к молодым к разного возраста разного уровня данных и так далее что самое главное сегодня для спортсмена поучаствовать соревнования это понимаю получить но не только там медаль какую-то но и право дан определенный да это главное знаете я всегда говорю главное это устойчивый интерес человек у которого есть устойчивый интерес он добьется всех составленных задач для нас система данных имеет колоссальное значение потому что она как раз и выражает эту философию устойчивого интереса ты можешь стать чемпионом а мир во первенство мира там и в 16 лет среди юниоров и бросить забыть и не вспоминать да а для того чтобы добиться высокого дана ты должен заниматься десятилетиями допустим с первого дана черного пояса чтобы получить второй дан надо полтора года упорно тренироваться раньше даже система база данных тебя не допустит со второго на третий там еще два года потом еще три года ну и так далее начисление извините дано вот все конечно же и фильмы смотрят и так далее иногда людям разного уровня все равно даже какое направление слова дана не слышит и понимает что вот был такой ремешочек да потом получается такой ремешочек уж извините что это кутрирую но тем не менее за что дается дан как его можно заработать или это вот как погоны звезды нет во первых это годы тренировок то то есть ты ты не можешь получить очередной дан если ты не выждал определенный срок ожидания а срок ожидания ты не сидел предполагается что ты тренировался проходил курс это показать чтобы тебе да ты прошел вот этот период допустим помимо всего чтобы седьмой получить стать мастером тэквондо есть возрастной ценз тебе должны быть минимум 40 лет а 9 самые высокие тебе должны быть минимум 60 лет так что мне сейчас срок на сдачу моего дома придет когда на 9 когда мне будет 58 но я не смогу сдать потому что мне должно быть 60 все что до 60 лет это детвора и конечно сдаешь полный объем под каждой данной экзаменов который включает разбивание поединке самооборону наша технику тэквондо разбивание в прыжках теорию философию ну и что касается высоких так называемый мастерских данных 7 и выше ты уже человек общеизвестный который в федерации в мире внес определенный вклад тебя уже знают тебя уже есть правильно я понимаю что все таки в какой-то степени это некая такая приятная на условности да не думаю что это условность как бы тебе исполнилось там 60 лет вроде все нормально все в том прошел большой путь тебя знают как бы все ну вот и тебя ты да ты чтобы получить все все данные надо сдать еще и экзамен экзамен безусловно по всем дисциплинам разбивание спецтехник это разбивание в прыжке самооборона техника тэквондо то наши туль технические комплексы их всего 24 на 9 данных все надо знать вот пройти весь уровень весь уровень и подтверждать каждый раз просто более высокие данные объемы этой техники они сокращаются потому что уже тебя знают тебе не надо все эти 24 комплекса можно сказать что любой один сказать вот из этих покажи вот это что ты поединок не надо тебе 50 раундов но два раунда покажи что ты там в 60 лет до сих пор форме до разбивания уже там поменьше может быть но ты должен все равно что-то поломать дать месяц почему-то ассоциация с gto нормы gto там же тоже в зависимости от возраста это зависимости от возможности и так далее хорошо вернемся все-таки еще немножечко к вам вы же закончили спортивный вуз да какая у вас специальность официальная по контейнер я заканчивал как раз специализация тэквондо она была впервые в девяностом году введена в институт культуры то есть я вошел в ту группу людей которые первые закончили вуз именно со специализацией где было то есть вы уже историческая личность что впервые до вошли а последний вопрос движемся к финалу здесь немножечко сейчас хорошим словом потопчемся потому что мне кажется это важно вот смотря фильмы читая какие-то ну там юношеские или более взрослые произведения связанные с борьбой и так далее есть какие-то исторические ну скажем там а легенды мифы и так далее вот сегодня мы можем сказать что борьба развивается вот вы говорите да вот у нас есть девять данных могут появить может появиться 10 или вместо 24 каких-то показателей появится какая-то 25 история то есть ну вот мы смотрим олимпийские игры да и видим что там всегда написано олимпийский рекорд мировой рекорд вот казалось бы люди бегают там со времен еще 19 века бегают бегают и все время какие-то рекорды у нас происходят даже казалось бы там где уже невозможно или фигуристы и так далее вот можно ли назвать что борьба это же философия есть возможность расширения этой философии или все-таки есть определенные границы за которые мы не выходим но мы можем выполнить их на сто процентов что касается самого тэквондо основатель тэквондо было инноватором он привнес такую новую методику новую технику создал очень хороший очень интересный продукт который полюбили миллионы людей довел да вот какого-то очень высокого уровня поэтому тот кто идет по этому пути он должен освоить этот уровень ну а дальше конечно должен выходить за пределы и обогащать превзносить что-то новое что-то интересное но только при условии когда он все это освоил чтобы не было чуть-чуть попробовал что-то начинает менять и еще не постиг ничего что-то там и и изобретает поэтому кунг-фуций говорил мы мышление без учения когда ты думаешь но ничего не 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 выучил это опасно поэтому сначала ты должен выучить а потом размышлять как это все расширить ну то есть это не мертвая история то есть мы можем идти дальше мы можем придумывать что-то новое имея базу и можем предложить какие-то новые виды и направления безусловно все совершенство есть часть которая неизменна ну допустим есть база база терминология есть комплекс формальных упражнений которые придумал некая традиция но боевое искусство это наука как и спортивная наука она не стоит на месте спасибо вам большое успехов вашей федерации спасибо вам большое всем зрителям приходите занимайтесь тэквондо мфт в люберцах очень много первоклассных тренеров люберецкая школа тэквондо мфт одна из ведущих в мире сильная да вот такая история это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания